Он ведет активный образ жизни, увлекается сноубордингом, оффроудом и сталкерством. И в профессиональном плане также не может сидеть на одном месте. Александр Иванов, бригадир на участках основного производства цеха подготовки Агла-Шихты, был признан лучшим в своей профессии по итогам прошлого месяца. В нашей съемочной группе он подробно рассказал и о своих увлечениях, и о любви к металлургии. Отделение усреднения концентратов. Один из участков цеха подготовки Агла-Шихты, горно-обогатительного производства ММК. Именно здесь вот уже два года трудится Александр Иванов. Как бригадир на участках основного производства он следит за каждым из технологических процессов. Моя задача непосредственно это следить за технологическим процессом. Что входит в технологический процесс? Это складирование готовой продукции в штабеля, то бишь штабель 1, штабель 2. И отдача непосредственно на Агла-Машины путем машин двухроторного типа. Благодаря им мы усредняем штабеля и отдаем на Аглу-Машину. Отделение усреднения концентратов это самый крупный, современный, закрытый механизированный склад сырья на ММК. Его длина 560 метров, ширина 98 метров. Здесь внедрено новейшее оборудование для качественного перемешивания и усреднения сырья для агломерации. Сейчас в данный момент мы видим, как у нас идет забор материала из главного штабеля. Мы сейчас осуществляем усреднение к готовой продукции и отправку на Агла-Машины. Рудозаборная машина двухроторного типа. В данный момент у нас работает конвейер номер 503. В данный момент это у нас идет основная нитка. Также у нас есть зеркальная нитка на другой стороне, конвейер 501. Там сейчас, в данный момент, этот штабель подготавливается, он только закладывается. О своей работе Александр готов говорить часами. Металлургия для него не просто профессия, это призвание. Сейчас молодой специалист учится в университете, получает высшее образование. Считает, что в любом деле важен постоянный рост. Если человек приходит сюда просто, так сказать, отработать, заработать денег и уйти домой забыть, то бишь отработали, главное отработали, ну я не из тех людей, так скажу. Я когда прихожу домой, да, я сегодня отработал, я уже думаю о завтрашнем дне, что я буду делать дальше и чего мне ждать. Как бы в голове все равно держу. Как бы я постоянно в работе. Цели-то как, они амбициозные, как бы хочется расти, расти, расти. Для роста нет границ. С Александром Андреевичем мы работаем с самого начала запуска этого участка, с самых первых килограмм руды на этих складах. Запускали вот эти машины, рудозаборные, укладчик вместе. Так что история начиналась именно с этих людей. Участие в непосредственном технологическом процессе он принимает самое активное. Свободное от работы время Александр проводит активно. Катается на сноуборде, занимается оффроудом, гоняет по бездорожью и совершает туристические прогулки, порой в самые неожиданные места. Несколько лет назад совершил поход в Чернобыльскую зону отчуждения. Городской совет народных депутатов сообщает, что в связи с аварией на Чернобыльской атомной электростанции в городе Припяти это кусочек той истории, которая, наверное, перевернула, так, наверное, даже не перевернула, а подернула вообще почти весь мир. И я просто понял, что, как бы, вот она рядом. И я хочу это посмотреть своими собственными глазами. Увидел все. Город, поселки. Такие чувства, что как раз-таки маленькая халатность в технологическом процессе может привести его к такому, что может просто все, нами просто разрушится и все. Поэтому и мы вот это вот я, наверное, в голове себя держу, и когда выхожу на работу, не повторить. Как бы не как-то, чтобы не было никакой халатности. Чтобы все было качественно, чтобы было все на совесть. Как бы, конечно, у нас сферы, конечно, этих примеров, я скажу, разные. Металлургия и, как бы, атомная энергетика, это разные. Но именно ответственность, она должна быть везде. Из ближайших туристических планов поход на перевал Дяплова. Из профессиональных выход на новые производственные мощности. Александр из тех людей, которые не привыкли стоять на месте. Павел Берсенев, Евгения Солохуддинова, Александр Мургунов, телекомпания ТВН.